здравствуйте друзья рада вас приветствовать на моем канале сегодня будем готовить вот такой очень красивый очень вкусный в меру сладкий нежный и ароматный и по настоящему новогодний десерт приступаем к приготовлению и для сегодняшнего рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты мука растительное молоко у меня кешью и фундук можно сказать фундучное молоко можете заменить обычным коровьим молоком растительное масло обязательно без запаха у меня подсолнечное масло какао-порошок обязательно берите какао-порошок хорошего качества у меня алкализированный какао-порошок от запаха от вкуса от аромата какого-порошка зависит вкус и аромата готового бисквита сахар разрыхлитель ванильный сахар яйца крутой кипяток соль и сода все ингредиенты должны быть комнатной температуры сначала подготовим сухие ингредиенты обязательно просеиваем муку просеиваем какао-порошок сюда добавляем чайную ложку разрыхлителя с горкой и сюда же добавляем соду все хорошо перемешиваем полученную смесь просеиваю еще раз мучная смесь готова пока ставим в сторону яйцам добавлю щепотку соли и слегка взобью яйцам сразу добавлю ванильный сахар и весь сахар яйца сахаром забью пока масса увеличится в объеме яйца с сахаром взбила вот до такого состояния теперь сюда добавлю растительное масло теперь сюда добавлю растительное молоко когда добавляем молоко долго не взбиваем просто слегка перемешиваем миксер нам больше не нужно а теперь потихонечку в жидкую смесь буду вводить мучную смесь муку буду водить частями добавляем последнюю порцию муки у нас должно получиться гладкое однородное тесто без комочков то есть не промешанной муки в тесте не должно быть получилось вот такое гладкое тесто очень ароматное поэтому потому что какого очень хорошего качества и в самом конце добавлю горячую воду вода обязательно должно быть горячая и перемешиваем получается вот такое жиденькое тесто получилось очень хорошее тесто она глянцевая ароматная и без комочков теперь тесто залив форму дно формы я покрыла пергаментная бумага ничем не смазала бумагу тесто разравниваем по форме печем бисквит заранее разогретой духовке температура духовки 180 градусов нам понадобится приблизительно от 40 до 50 минут опять же время приготовления зависит от особенностей вашей духовке они у всех разные и пекут по-разному может понадобится чуть больше времени или чуть меньше бисквитный корж уже готов края бисквита нужно отделить стенок посуды вот в таком виде оставлю на столе дам немножко остыть потом сниму на решетку я оставлю до полного остывания бисквит хорошо остыл это больше кексовое тесто нежели бисквитное тесто поэтому после выпекания или во время выпекания бисквит сверху потрескается это нормально так получается бисквит возвращаем обратно в форму я перевернула бисквит но вверх теперь бисквит нужно хорошенько проколоть бисквитный корж нужно пропитать в качестве пропитки можете взять молоко сироп или растворимый кофе как у меня я это заранее заварила он у меня холодный пропитываем очень хорошо особенно вот эти края они обычно бывают сухими в этой чашке было 200 миллилитров растворимого кофе я все сюда добавила бисквиту дадим пропитаться 2-3 часа время прошло бисквит хорошо пропитался пока бисквит оставлю в сторону приготовим крем для крема я взяла следующие ингредиенты сыр якота у меня вот такой сыр можете взять любой творожный или сливочный сыр жирные сливки обязательно жирностью 33 35 процентов и рикотта и сливки должны быть очень холодная только что из холодильника понадобится еще сахарная пудра и немножко ванилина или ванильного сахара или ванильного сиропа что есть у вас под рукой сливки добавлю две столовые ложки сахарной пудрой сахара регулируйте по вашему вкусу добавлю немножко ванилина сливки взобью до плотного состояния сливки я взбила до таких мягких пиков сюда добавлю рикотту рикотта у меня вот такое кремообразное и взобью до однородного пышного состояния вот такой замечательный очень плотный глянцевый крем получился ровным слоем покрою бисквит сверху полностью в таком виде поставлю бисквит в холодильнике и оставлю там на всю ночь торт пролежал в холодильнике около суток просто времени не было его пораньше украсить для украшения торта я взяла кокосовую стружку и замороженные ягоды еще у меня есть растопленный шоколад украшу просто по-домашнему вот так я украсила торт очень просто решила десерт сверху шоколадом не поливать оставлю вот такое настоящее зимнее украшение пусть будет ягоды в снегу теперь порежу и посмотрим как выглядит десерт на разрезе вот так из самых доступных и простых ингредиентов у меня получился вот такой прекрасный десерт с новогодним настроением надеюсь мой сегодняшний десерт вам тоже понравился если понравился то обязательно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал обязательно нажав на колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео на сегодня у меня все как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и увидимся в новых видео удачного аппетита